Всем привет! И сегодня я снимаю такое видео, как, может быть, какое-то предположение о том, что творилось всё это время в игре Inside, которую я как раз-таки снимала все выпуски. Можете посмотреть, что же творилось в этой игре. И сегодня я вам расскажу свою теорию. Итак, сначала предположение предыстории мира Inside. Мне кажется, что этот мир развивался до где-то, может быть, 20 века или конца 20 века. Как мы видим, в игре есть видеокассеты, телефонные трубки старые такие, и ещё мы видим проявляющиеся фотографии в пункере, в кукурузном поле. И, как мы видим, эксперименты же всякие и научные исследования, наоборот, забежали вперёд. Мы можем наблюдать эксперименты с водой, гравитацией, червей-паразитов и также управление зомби. И как же это всё объяснить? Мне кажется, кто-то сделал открытие, и потом начали что-то это некое изучать. Мне кажется, это как раз та биомаста Тифтеллинга, которую мы видим в конце. И как раз-таки продвижение каких-то бытовых вещей остановилось, но зато наука продвинулась. А теперь моя теория по событиям игры. Итак, что же случилось? А вот что. Помните, в секретной концовке, где мы отключаем все сферы, мы можем заметить такой шлем, к которому подключены провода? Потом мальчик идёт и отключает розетку, то есть отключает себя, потому что он встаёт прямо как отключенный зомби. И из этого мы делаем вывод, что всю эту игру мальчик был неживой, им кто-то управлял. Но кто же? Им управлял как раз-таки какой-то профессор, учёный, который сбежал из лаборатории, по моему мнению. Кстати, я нигде такого мнения не видела, и это чисто моя придумка. И вот, этот человек сбежал из лаборатории и стал проводить свои эксперименты в бункере по какой-то причине. И потом, мне кажется, ему он возмутился после того, как начали проводиться эксперименты с искусственно созданными людьми, то есть теми зомби. Их создавали в капсулах, которые мы тоже можем наблюдать в этой игре. И их просто продавали, как-то уносили в клетках. Это было как-то ужасно, и мне кажется, он хотел противостоять этому. Последняя капля его терпения была как раз-таки, мне кажется, вот эта вот девочка Кикимора. Так как мы делаем вывод, что он её знает. Скорее всего, она его, я не знаю, дочка, родная, кто-то. Потому что у него в бункере висят её фотографии. Они проявляются со временем, и там нам показывается какое-то очертание, похожее на неё. Кстати, эта девочка Кикимора, волосатая тварь, она ведь раньше была нормальная, но её каким-то непонятным опытом, скорее всего, это были враги того учёного, а они её превратили в такое вот существо при каких-то экспериментах с водой и с каким-то водоплавающими существами. И как раз-таки он решил отомстить таким образом, что вкачал информацию мальчику специальной штукой. Мы её можем наблюдать, когда Кикимора опять же вкачивает ему информацию, что он потом становится амфибией. Это, скорее всего, тоже как-то связано с этим предполагаемым учёным. И после вот этого я ещё хочу сказать, что, скорее всего, в начале мальчика как бы начал превращать в зомби червь-паразит, так как на ферме он поселился в свинью, и она начала, так сказать, бунтовать немного, и как-то стала похожа на зомби. И как бы из этого всего мы можем сделать вывод, что мальчик был зомби, и им управлял как раз-таки этот профессор. Кстати, когда эта девочка топила его, то я не знаю, как это объяснить точно, но, скорее всего, сначала она как-то его топила, он тоже вырывался, но потом она почему-то решила ему как-то помочь. Может быть, она поняла, что она поступает плохо, и она сделала его амфибией, и тем самым помогла ему, то есть он стал дышать под водой, и, кстати, зомби за ним ходили уже без шлема после этого. И еще также один важный момент, что мальчика искали все это время. Как мы видим, на него и собаки нападали, и люди, потому что кто-то выяснил, что есть такой зомби, как это сказать, некачественный, потому что мальчик ведь раньше-то был живой, и поэтому, как мы видим, он, когда падает, он разбивается, не то что эти зомби, и как бы он в итоге зомби, но и не зомби, он получеловек-полузомби, потому что у него есть какие-то чувства, он пугается, когда видит опасность и так далее. И вот, его начали ловить, и даже сделали, как бы, такую проверку, если помните, когда мы попали в армию зомби, они их проверяли на, как бы, качественность, что они прыгали, поворачивались и выполняли команды. И они как раз-таки хотели выяснить, что если кто-то из них не будет выполнять команды, то это как раз-таки такой мальчик. Кстати, вот эти вот сферы, шары, хренушки, хотите, называйте как угодно, они нужны были для защиты вот этого как раз-таки бункера, так как этот учёный, мне кажется, он почему-то по какой-то причине погиб, так как в шлеме были подключены провода, и не он сам. И поэтому он сделал такую защиту, чтобы никто не ворвался, тем более мальчик. Но мы в секретной концовке избежали этих препятствий и как раз-таки отключились. Скажу про вот эту биомассу, которая появляется в конце в основном сюжете. Итак, мне кажется, что это, так скажем, распределитель от шлема к зомби, то есть когда мы подключаемся, зомби просто так не будет ходить и выполнять команды. То есть вот эта вот биомасса как раз-таки была первым самым открытием, когда всё пошло не так, как должно было пойти. И вот эта вот как раз-таки штука, она управляет всеми зомби, когда мы подключаемся к шлему. И вот этот вот наш учёный, предполагаемый, он, мне кажется, хотел предотвратить вот это вот появление какого-то такого порабощения вот этих искусственно созданных людей. А теперь я бы хотела рассказать, может быть, какой-то такой смысл, который нам хотели сказать авторы этой игрой в общем. Мне кажется, ещё надо отметить такой момент, что когда мы управляли этой типтелинкой, мы нашли такой как раз-таки макет. Там были деревья, песок и вода. И там светил луч света. Это такой был маленький макет ещё в лаборатории, в офисе, хотите называть как угодно. И потом в конце игры, когда уже пошли титры, где вот это вот как раз-таки существо остановилось в конце вот уже и не доплыло чуть-чуть до воды, то есть оно не доплыло до спасения, мы видим, что вот эта местность в точности совпадает с макетом. И даже луч света светит точно так же, как и в макете. Мне кажется, нам этим хотели сказать, что мы всё равно остаёмся внутри, как бы, inside. То есть, может быть, мы не смогли вырваться из этого всего, из этого замкнутого круга. То есть, как мы были в этом макете, так мы, в принципе, и остались. И ещё такой общий смысл, что вот этим всем нам авторы хотят сказать, что не становитесь зомби, то есть не поддавайтесь манипуляциям. И как бы вот эта вот концовка секретная, где мальчик отключился, то это нам говорит о том, что он хотел вырваться из этих манипуляций им, но у него не получилось, как видите, он просто отключился. Он не стал жить, как обычный человек. То есть, он уже превратился, так скажем, в зомби. И ещё есть такая версия, что... Почему у всех людей в inside нету лиц? Это может означать, что как бы они надели маски, они кем-то притворяются. И как бы... Что не стоит запутываться в каких-то манипуляциях, надо иметь собственное мнение. Вот, в принципе, что нам и хочет сказать автор этой игры inside. Итог, что типа надо быть свободным и внешне, и внутренне. И об этом нам как раз-таки и говорит название inside. А ещё также существует мнение, что вот это вот как раз-таки существо в конце... То есть, тефтелинка... Это как бы такая вот суета людей, как бы такая масса серая людей, которые ничем не выделяются. И как бы, если человек находится в таком, как бы, состоянии как депрессии, какая-то, ну, такое вот суета, то тогда у него не будет свободы, так как это нам показывается в конце, что оставался буквально метр до свободы, то есть до воды там, и это существо туда не докатилось. Эта игра, конечно, такая... Очень-очень странная и такая достаточно жестокая. Но, тем не менее, в ней было много информации, над которой важно подумать. Надеюсь, вам сегодня понравилось. Какие-то мнения лично мои, какие-то собранные из других источников, мне кажется, это какое-то самое такое, может быть, наилучшее объяснение теории этой всей игры. Не хочу, конечно, как-то возвышать свое мнение, но мне кажется, я сумела все объяснить, и это хорошо. Хотя бы что-то чуть-чуть стало понятнее в этой игре, но все-таки некоторые моменты так и остаются в загадке, потому что авторы этой игры не сказали никому, что же происходило в этой игре все это время. И они оставили нам догадки, по которым мы можем судить, что же было в этой игре. Всем пока!